72 миллиона рублей в этом году выделено на капитальный ремонт школ и детских садов столицы Чувашии. Обновят более 88 учебных заведений Чебоксара, в их числе и школа номер 2. Что в ней планируют изменить, знает Юлия Важенина. Спортивный зал второй столичной школы не узнать. Исчезли маты, тренажеры, турники. Здесь вовсю идет ремонт. Завершили демонтажные работы и уже приступили к проектным. Уже сложили стены, кирпичные стены, которые возводятся. Их сложили, спланировали по проекту, что заложено. Замеры провели, дверных проемов, электромонтажные работы уже ведутся, отделочные работы ведутся уже. Площадь более 300 квадратных метров совсем скоро превратится в специализированный зал для единоборств. На его оборудование выделили почти 4 миллиона рублей. Во второй школе более 150 учеников профессионально занимаются самбо. Многие из них чемпионы региональных и межрегиональных соревнований. Мы находимся второй год уже в очень перспективном, интересном проекте федерального уровня «Самбо в школу». Это значит, что наши ребята третьим часом физкультуры будут заниматься этим очень интересным видом спорта. Два года назад мы задумались об этом, набрали класс ребят, которые профессионально этим видом спорта занимаются. И внедрили третий час физкультуры в этом классе. Раньше школьники ходили на занятия «Самбо» в центр маутинбайка. Теперь юные спортсмены будут тренироваться в специализированном школьном зале. Спортивные помещения отремонтируют в пяти чебоксарских школах. У нас основная задача и развитие материально-технической базы школы детских садов. А для того, чтобы можно заниматься уже не выходя из нашего общеобразовательного учреждения, не посещая, скажем так, секции в спортивных школах. И таким образом мы получаем полный день. То есть ребенок, который приходит, скажем, на занятия, а затем занимается уже в неурочной деятельности спортивными секциями. Ремонт должны закончить к первому августа. А значит, уже в новом учебном году дети смогут заниматься спортом в современных залах. Юлия Важенина, Юрий Марков, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова